Более 50 сотрудников команды государственных органов, членов ПФСО «Динамо» показывали себя в трех испытаниях, представляли свои ведомства. Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета, Департаменты финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета и Государственного таможенного комитета. Одни с многолетним опытом участия, другие – новички. Объединяло их огромное желание выйти в финал и прийти к заветной цели – победе. Уже первое испытание стрельба из стабильного оружия показала – в соревнованиях участвуют подготовленные сотрудники. Я хочу и себя показать, лично выступить, конечно же, но и при этом я представляю ведомство, то есть Министерство внутренних дел и почетно, и ответственно, и хочется показать лучший результат, конечно же. В прошлом году я заняла первое место, результат считаю, что показала достойный. В этом году я постараюсь, естественно, лучше, потому что готовилась к этой соревновании и думаю, у меня все получится. По признанию участников, именно стрельба – одно из самых сложных испытаний. Успех дела зависит от множества факторов. В данном случае опыт – непревалирующий элемент. Собранность – вот что играет главную роль. В этом году организаторы решили привнести изменения в общие условия соревнований. Все для того, чтобы приобщить к участию как можно больше сотрудников, дать им возможность проверить силы соперниками своей возрастной категории. Раньше мы проводили командные соревнования, а сейчас сделали личные, чтобы увеличить количество выступающих. И поэтому разные команды приводят больше и больше народа. Не только в стрельбе проявили себя достойно участники нынешнего чемпионата по многоборью. Отличные результаты были достигнуты в соревновании по плаванию и бегу. Служебно-прикладные виды являются одними из основных видов подготовки в системе профессиональной подготовки сотрудников всех государственных органов, в том числе и сотрудников Следственного комитета. Очень интересный вид спорта, включающий в себя три вида – стрельбу, плавание и легкую атлетику, которые, я считаю, необходимы любому сотруднику, любому государственному органу для выполнения поставленных задач. Традиционный чемпионат по служебному многоборью прошел в упорной и напряженной борьбе. Общий результат по итогам трех испытаний выявил сильнейших спортсменов, призеров и победителей соревнования. Лидерами в своих категориях стали представители разных ведомств. К слову, наша героиня Татьяна Халдоба завоевала первое место среди женщин, выполнила норматив названием «Мастер спорта Республики Беларусь по служебному многоборью». Результат, конечно, важен, но, как известно, неудачи только подогревают интерес, стимулируют к дальнейшим успехам. А потому уже в будущем году сотрудники силовых структур будут ставить новые рекорды, приумножать опыт и совершенствовать профессиональную подготовку. Субтитры создавал DimaTorzok